Всем огромный привет моим подписчикам, тем, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мое видео будет посвящено косметическому бренду Plyana. Я поделюсь с вами своими впечатлениями о тестировании продуктов данной марки. Я расскажу небольшую предусторию о том, почему меня заинтересовала эта марка и почему я так хочу вам о ней рассказать. Прежде всего это российская марка профессиональной косметики и мне честно очень приятно тестировать именно российские марки, потому что все-таки очень мало достойных среди них, очень мало действительно интересных брендов, но все-таки очень-очень не всегда гордость берет, что это именно российские марки. Как раз Plyana это тот случай, когда очень приятно, что это российский производитель. Плюс еще за счет того, что это российский производитель, косметика бюджетнее, чем она могла бы быть, если, допустим, это была бы та же европейская марка или американская марка. Что касается Plyana, почему я выбрала именно ее, почему мне было ее, очень мне хотелось именно попробовать уход данной марки. Прежде всего они не используют продукты нефтепереработки, не тестируют свою продукцию на животных. Для меня в последнее время все-таки является это как не то что определяющим фактором при выборе косметики, но одним из плюсов, которые для меня действительно важны. И то, что косметика не тестируется на животных, это, я считаю, что огромный плюс марки. И также то, что они тщательно выбирают сырье, из которого они будут свою продукцию изготавливать. Что касается, в принципе, концепции марки, как я уже сказала, это профессиональная косметика. Это косметика, которая используется в салонах красоты. Также у них есть продукты для домашнего использования, у них есть как уход, так и какие-то продукты для проведения процедур в домашних условиях. Те же самые маски, альгинатные маски, пилинги, кислотные в том числе пилинги. Я попробовала как именно такие более профессиональные продукты, так и просто уход для дома. И свои общие мнения я вам сегодня расскажу о тех продуктах, которые мне посчастливилось попробовать. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Относительно недавно я снимала видео о фаворитах зимы и показывала вам среди продуктов самых любимых за зиму. Как раз-таки это лучший уходовый продукт был для лица. Это активная сыворотка с пеноксидом. Это средство для области вокруг глаз. Я, во всяком случае, использую на данный момент именно как средство для области вокруг глаз. Если вы не смотрели это видео о фаворитах зимы, то обязательно оставлю вам ссылочку. Посмотрите, если вам интересно, какие продукты завоевали мою любовь и уважение этой зимой. По поводу этой сыворотки, еще раз я хочу сказать просто о любви этому продукту. Потому что данная сыворотка просто перевернула мое мировоззрение, мое отношение к продуктам вокруг глаз. Потому что эта сыворотка борется с темными кругами, с куперозом, с сосудистой сеточкой, с отеками вокруг глаз. И этот продукт действительно уплотняет и меняет структуру кожи. Он осветляет кожу вокруг глаз. Он убирает сосудистую сеточку вокруг глаз. И взгляд становится намного свежее. Взгляд намного более отдохнувший. Кожа намного более плотная становится. Убираются морщинки от обезвоженности. Это просто потрясающая сыворотка. Также огромный плюс, что здесь 30 мл. То есть это большой объем, если вы будете использовать этот продукт именно как продукт для области вокруг глаз. Иногда я его использую также на какие-то свои проблемные зоны. На крылья носа. Там, где у меня в принципе тоже есть сосудистая сеточка. Помогает, осветляет, убирает медленно, наверное, и сосудистую сеточку на носу. Мне очень этот продукт нравится. И если у вас достаточно молодая кожа, и вы не знаете, что попробовать из плияна, то я думаю, что как раз таки вот эта сыворотка с пеноксидом, она будет одним из вариантов для вас. Потому что продукт просто обалденный. И что еще хочется отметить, они рекомендуют данную сыворотку также в случае, если были какие-то вмешательства, какие-то серьезные процедуры омолаживающие. Эта сыворотка поможет коже восстановиться после данных процедур. Следующий продукт это регенерирующий крем, интенсивное питание. Здесь 30 мл. Кстати говоря, я забыла отметить, что мне очень понравилось в уходовых продуктах плияна. Это помпа, герметичная упаковка. Потому что продукты не портятся. Я не переживаю за их срок годности. Мне намного больше нравятся упаковки помпа. Во-первых, потому что это помогает дозировать продукт. Во-вторых, я не заношу какую-то грязь, инфекцию и все остальное с рук своих в продукт. Он сохранится дольше, там меньше консерватов. В общем, это одни плюсы. И намного более удобно использовать именно такие упакованные герметичные продукты. Что касается этого крема. Он по текстуре достаточно жидкий. Достаточно хорошо разносится. Он впитывается не быстро. То есть он впитывается минут 15-20. При этом он дарит коже просто потрясающий комфорт. И сразу же кожа становится более упругая, более напитанная. Нет какого-то раздражения на коже от мороза, от сухости, от чего-то такой, какой-то стянутости неприятной. Все это мгновенно убирается. Коже дарится комфорт. Кожа очень-очень мягкая. И действительно, вот этот эффект, он держится не только вот непосредственно после использования крема. Если иногда после умывания я не нанесу крема или нанесу какой-то другой крем, все равно вот этот эффект напитанности кожи, что она увлажненная, очень плотная, он все равно сохраняется. Очень-очень хороший крем. Тоже я вам советую. Что немаловажно, он не дает жирности дополнительной коже. То есть кожа напитана именно настолько, насколько ей нужно. Также средство достаточно экономичное, потому что я использую уже 3 месяца его. У меня еще там есть продукт. Но я думаю, что, скорее всего, уже в ближайшее время отставлю этот крем. Все-таки перейду на какие-то более легкие продукты в связи с приходом весны. Но как именно зимний уход, хороший зимний уход, или если же у вас очень-очень раздраженная, сухая, чувствительная кожа, то я думаю, вам и на более теплое время года, или как экстренный сос восстановления сейчас на весну, вам в любом случае подойдет. Следующий продукт из ухода от плияна, это тоник, фитобиотоник. У меня увлажняющая версия, так как я брала на зиму. Здесь 220 мл, он достаточно большой объем. И также здесь есть доза, все уже знают, по моим видео, что я не люблю ватные диски, вот эту вот всю грязь разводить. Мне легче именно со спреем использовать тоники, поэтому мне очень-очень нравится этот продукт именно его упаковкой. Он очень экономичный, он очень хорошо увлажняет, потому что сразу же после умывания я чувствую такую стянутость, как-то вот некомфортно мне. При этом при нанесении этого тоника уже сразу же дарится комфорт. Он именно, мне казалось, что это простая водичка, но на самом деле он достаточно такой именно увлажняющий по текстуре. То есть кожа становится сразу как увлажненная, такая слегка липковатая, но после этого при нанесении крема это также больше играет в плюс, потому что совместно с кремом уже кожа еще больше увлажняется и питается. Очень классный тоник, действительно, наверное, один из лучших тоников за последнее время. Продукт не содержит спирта, он абсолютно комфортный при попадании в глаза, тоже ничего не происходит. Очень-очень классный, удобный распылитель, потому что распыляет мелко-дисперсно сразу на все лицо. Классный продукт, тоже вам советую. Следующие два продукта у меня вот в таком вот формате. У меня были такие именно маленькие пакетики по 5 мл. У меня здесь гаммаж для деликатного пилинга и энзимная пилинг-маска NZ Pro. Сначала с энзимной маски. Это ферментный пилинг кислотный. Что хочется сказать, так скажем, я очень расстроилась, конечно, что я не успела провести полностью курс из нескольких процедур вот этого энзимного пилинга. Но я думаю, что я это все перенесу и сделаю именно курс уже по осени, когда солнечная активность уже снизится. Но что хочу сказать по итогу использования. Я где-то сделала этот пилинг. То есть у меня вот этих 5 мл хватило на два использования. Таким образом, я 4 раза делала энзимный пилинг в течение нескольких недель. Это что-то вообще из ряда вон выходящее. Потому что, с одной стороны, это очень деликатное очищение. Действительно, я не тру свою кожу. Я никаких механических воздействий не делаю со своей кожей. При этом кожа обновляется. Действительно, такое ощущение, что у вас какая-то другая кожа. Абсолютно не та, с которой вы встали утром или с которой вы только что смыли косметику. Она становится более гладкая. Она становится как будто бы более свежая. Как будто бы более тонкая. Очень чистая. И мне безумно нравится вот этот эффект. Как будто бы у вас какая-то новая кожа на лице. Поэтому всем, кто не любит обычные пилинги, кто именно хочет попробовать что-то новое, тем, кто, в принципе, не может использовать обычные пилинги, но хочет хорошего очищения, тем, кто именно любит ферментные пилинги, я советую эту энзимную пилинг-маску. Это что-то просто... Вот я честно говорю, это какая-то волшебная вещь, которая очень хорошо обновляет вашу кожу. Поэтому тоже советую. Советую взять именно следующей осенью, когда уже сезон подойдет для таких вещей. А на лето я советую взять гаммаж для деликатного пилинга. Здесь есть очень-очень маленькие частички люфы. То есть есть вот эти вот скрабирующие небольшие частички. Гаммаж, конечно, по степени влияния на кожу, он не такой прям вот как энзимная пилинг-маска, когда реально трогаешь свое лицо и не понимаешь, в чем вообще, что случилось. Здесь, конечно, да, это очень хорошее очищение. Обновление кожи, конечно, не так, как здесь, как ферментный пилинг, но очень классный продукт, именно как еженедельная такая процедура очищения кожи, подготовление ее к каким-то дальнейшим питательным, увлажняющим маскам. Очень хороший этап подготовки, очищения, обновления кожи. Мне тоже этот гаммаж понравился, именно сочетанием такой нежности, легкости, и абсолютно не травмируется кожа. С другой стороны, действительно, кожа очень обновленная, очень хорошая, очень гладкая после этого пилинга. Последний продукт на сегодня от Плияна, это карандаш для бровей от Плияна. Это оттенок 300-й, то есть это темно-коричневый, сейчас попытаюсь делать сводч в меру своих возможностей. Ну, это, скажем так, идеальный оттенок для брюнетки, холодный такой достаточно, то есть он не серый и не коричневый, это именно золотая середина по оттенку. Здесь также есть очень хорошая щеточка для расчесывания бровей. Я, к сожалению, не смогла использовать этот карандаш. Объясню почему. Потому что почему-то вот у меня не получается работать с ним, потому что у него слишком яркий пигмент, его слишком много, брови получаются очень красивые, брови получаются очень стойкие, очень графичные, но вот я не могу приспособиться к этому карандашу. У меня мама сразу просто вот сразу мгновенно забрала этот карандаш, как только я ей предложила. Ей очень нравится, у нее получаются те брови, которые она хочет, они ровно такие яркие, как ей надо, они ровно столько графичные, как ей надо, то есть вот как рука ляжет, честно, вот я не смогла работать, мне очень жалко, что у меня не получилось с этим карандашом, но при этом он действительно очень хорошо пигментированный, он очень хорошо работает, он очень хорошо ложится, он именно идеальный по текстуре для бровей, он хорошо держится, он за день никуда не размазывается, не стекает, ничего с ним не происходит, легко его подтушевать, растушевать, как-то сделать более мягкие границы, но вот почему-то мне очень тяжело, именно много пигмента, и получается слишком яркие брови, то есть не то, что они прям вот как бы как фонарь светят, но вот просто мне ярковато, у меня не совсем получается то, что я хочу, поэтому к счастью и радости моей мамы этот карандаш использует она, ей он безумно-безумно нравится, и в общем-то карандаш действительно очень качественный, но смотрите по оттенку, то есть он действительно такой яркий, он достаточно такой активный, то есть пигмента много, поэтому, но как вот именно стойкий хороший продукт, особенно для вечерних макияжей, я советую. Это все продукты марки Плияна, которые я протестировала, о которых я хотела вам сегодня рассказать, в целом по марке, я считаю, что марка очень достойная, несмотря на их все-таки ценовую политику, у них достаточно дорогие уходовые продукты, но если сравнивать с аналогичными продуктами из люкс-сегмента, они выйдут дешевле, и по качеству, я считаю, что Плияна намного более интересна, особенно в сегменте, наверное, таких более профессиональных продуктов, которые решают конкретные проблемы, то есть если у вас действительно есть какие-то проблемы, уже морщины, то есть я знаю, что очень много отзывов на YouTube есть, о том, что продукты антивозрастные Плияны действительно работают, я вам сегодня рассказала о тех продуктах, с которыми я смогла познакомиться, и мне они действительно очень понравились, и сейчас выбирая свой будущий уход, возможно, я выберу именно Плияна, потому что в соотношении цена и качество, сравнивая с люксовыми многими продуктами, выиграть Плияна, это хорошие составы, это работающие составы, это действительно научные передовые разработки, это инновационная марка, которая работает, возможно, вы мне что-то в комментариях посоветуете, если вы знакомы с этой маркой, если вы что-то пробовали у них, в целом, мое отношение к марке очень положительное, я буду пробовать еще продукты различные, потому что у них есть интересные маски, у них есть интересные сыворотки, которые бы мне хотелось попробовать, и в общем-то, все, таков итог, я советую Марку Плияна, советую присмотреться к тем продуктам, о которых я рассказала, и все, если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей, также обязательно подписывайтесь на меня в инстаграм, и перископ, и все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео, пока-пока!